Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! И да компания не так добко представляет. Шустрый бильбо! Или как порадовать инженера Warface. Ну что, Рокутагин, уже через недельку-другую придется тебе играть с плохим пингом, да? Да, Капитан Очевидность. И почему-то я не сомневаюсь, что мозголовые будут все так же лететь. Но, приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортед и Капитан Очевидность. Здарова, друзья! Красавчик! Сегодня, друзья, будем обсуждать такую пушку новую, как Гильбо Снейк ДБР. Или, если правильно, то Гильбо Снейк ДБР. Но название сложное вот это, Гильбоа, Гильбо, я решил назвать просто Бильбо. Ну, в самом деле, должен же быть в Warface хотя бы один хоббит. И давайте посмотрим, чем же Гильбо может похвастаться в плане ТТХ. В глаза сразу бросается урон в 75 единиц. Да, не самые нагибные стандарты, прямо скажем. Кстати, подкачала здесь и дальность, всего лишь 9. Точность от бедра, кстати, очень высока. Точность при цели не самая нагибная, но хороша. Но вы только посмотрите на этот темп стрельбы. 1000 единиц и магазин на 60 беточка патронов. Да. Это вам, извините, не в тапки срать. Это похлеще, чем клизма горячим кофе с утра. Сочетание такого темпа с таким магазином, при таком, пусть даже не самом высоком уроне, но что немаловажно, одним скрытым ТТХ, это множителем в голову. А он здесь, кстати, 4 и 4, что обеспечивает хэдшот. Все это в совокупности дает просто идеальную хэдшот машину на малых дистанциях. Да. Из-за высокого темпа стрельбы кучность огня очень высока, очень плотненько, прямо так все идет. И поэтому, если вы вблизи прицелились на голову противника, и он даже мансует, вы все равно поставите ему хэдшот. Хм, даже интересно стало. Скажи-ка, а Бильбо получше доната будет топового, или нет все-таки? Капитан Очевидность, вот ты такой, знаешь, сложный вопрос задал. Лучше ли, ребята, Бильбо доната? Я могу однозначно сказать, что на ближних дистанциях, это примерно плюс-минус дистанция медика, дистанция инженера и что-то между этим, Бильбо однозначно будет лучше, чем 99% всех пушек вообще в Warface. Да-да, Бильбо перестреливает АМ-17, Крис Супер В Кастом, и, пожалуй, единственная пушка, которая может Бильбо, так сказать, нагнуть, это, конечно же, СИГ-МПХ. С которого вообще практически целиться не надо. Однако, вы знаете, я бы успел повоевать с инженерами, у которых СИГ, и что-то никакого, прямо скажем, преимущества на их стороне я не заметил. Да, у Бильбо множитель в руки и ноги 0.9, а не единица. Но фишка в том, что с его уроном в секунду, с его ТТК, можно пилить и по телу. Вообще насрать на эти множители для Бильбо. А уж что касается стрельбы в голову, то, опять же, при такой плотности, да, кстати, при отдаче Бильбо, а у Бильбо практически нет отдачи, единственный минус, то, что есть, оно рандомное, понимаете? Это, скажем так, способ сбалансировать, чтобы Бильбо не выходил на чужие дистанции. Потому что, если Бильбо будет иметь чёткую отдачу, даже с своими множителями и так далее, это будет просто луч смерти, без вариантов. Мне кажется, эту пушку понерфят. Не, капитан, очевидность. Я очень сомневаюсь, что Бильбо будут нерфить. Не будут Бильбо нерфить. По-любому. Почему? Потому что пушка, она очень мощная, она очень классная, она очень эффективная, но у неё есть один недостаток. Это, опять же, она неэффективна на дистанции вообще. Во-первых, дальность маленькая. Во-вторых, урон у пули, да, у выстрела, он маленький. Он маленький. То есть 75 это мало по нынешним временам. Поэтому на дистанции, где АМ-17 или Крис ставят хэдшот, Бильбо уже косёт. У него бывают проблемы с хэдшотами. Бильбо это пушка, которой надо стрелять только на близких дистанциях. Это вот такая вот пушка гибридная. Инженер с Бильбо, это что-то между инженером и медиком. То есть, это вот прямо вот ворвался на какой-нибудь Д-17 и просто там раскололошматрил всех, просто без шансов вообще. Но стрелять со штурмовиком на его дистанции, как это можно делать с Крисом или АМ-17, Бильбо лучше не стоит. Это будет очень больно, я вам отвечаю. Поэтому, я думаю, ну, фиксить его никакого смысла вообще нет. Многие, кстати, говорили, что Бильбо это, по сути, тот же Макпул. Ребята, кто-то говорит, что это Томпсон. Понимаете, когда ты сыграешь с оружием, то у тебя складывается определённый стиль, определённое впечатление, как с этим оружием играется, как с ним надо играть, как надо стрелять. И вы знаете, Бильбо это не Томпсон. Бильбо это точно не Макпул, который вообще в голову не маншотит. Больше всего по геймплею, по тому, как стоит играть, как ты автоматически, как бы, привыкаешь с ним играть, Бильбо напоминает ACR CQB Custom. Да, эту самую пушку за сборку. Но только Бильбо является, прямо скажем, улучшенной, усиленной версией этой пушки. У него ещё больше патронов. Он намного эффективнее на ближних дистанциях. И поэтому, Бильбо это, знаете, вообще, наверное, у инженера за карточки, если бы вот я выбирал что-то из того, что у инженера вообще есть за карточки, это, наверное, топ-1. Не М4, не ACR CQB Custom, а именно Бильбо. Бильбо силён, сука, как никогда и нигде и никто. А не получится ли случайно та же история, что с Крисом? Весь паблик будет в Бильбо, и каждый второй при этом ещё и ныть будет, чтобы эту пушку понерпили. Ну, как я сказать, вообще может быть, по сути. Я думаю, что некоторые люди будут подвывать, подмывать от этой пушки, как было с Крис Супер В Кастом, особенно те, кто задонатил и хочет гнуть, потому что заплатил, а кто-то вот из карточек соберёт, а скорее всего всё-таки купит, поэтому тоже задонатил. Но суть не в этом. Я думаю, что у некоторых игроков Бильбо действительно вызовет такую, знаете, качественную работу выжигательного аппарата. Это не исключено, и даже почти наверняка так и будет. Ну, потому что с Бильбо можно ворваться на какой-нибудь плент, на каких-то небольших дистанциях, что-то там между медиком и инженером, опять же. Убить человека с АМ-кой, тут же убить медика с киллтеком, короче, то есть это всё можно, без шуток. Он пилит вообще просто очень круто. Но, чтобы прям так массово народ ныл, чтобы прямо народ массово его вот поголовно использовал, чтобы прямо какая-то жуть творилась из-за этого Бильбо. Вы знаете, нет, я так не думаю. Я думаю, что пушка найдёт своего пользователя, это не будет 99% паблика, всё-таки большинство людей, они как-то любят что-то универсальное такое, понимаете, то есть вот как Крис там, как АМ, то есть и в упор пилить, и на штурмовой дистанции пилить, и может быть там на дальней даже попробовать. Это не про Бильбо. Бильбо хороший, может быть даже неповторимый, лучше всех вообще пушек инженера, только на своих дистанциях. Дистанция медика, дистанция более-менее инженеров. Всё. На штурмовой дистанции с этой пушкой уже делать нечего. Она там не дамажит, она только царапает, она ничего особенного не покажет, и, собственно говоря, если вы любите именно универсальные пушки, то тратить своё время на Бильбо не стоит. Но в целом, давайте подведём итоги. Гильбо Снейк, он же Бильбо. Что такое? Эта пушка офигенная, эта пушка классная, это тот случай, когда разработчики смогли сделать ультимативное, мощное оружие с одной стороны, и с другой стороны сбалансировать его за счёт, повторяюсь, отдачи. Отдача, кстати, у Бильбо, она мягенькая, вот так чуть-чуть приподнимается вверх, легко гасится, ты даже не думаешь, как она гасится, собственно говоря, ты водишь просто мышкой и всё, и там особо её гасить не надо, она слабая. Единственный минус, она бывает в начале отдачи, в начале рисунка иногда чуть подскакивает. Но поскольку, опять же, воевать будем на ближних дистанциях, то это особо не чувствуется, это особо не мешает, и в целом, пистолёт-пулемёт, данная Гильбо Снейка, Бильбо, он же, по моему мнению, является на сегодняшний день лучшим оружием инженера за карточки. А помимо этого, если вот положа руку на сердце, если уметь пользоваться и соблюдать свои дистанции, одним из лучших оружий инженера в игре. Да. Так или иначе, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, но вдруг, то ставьте лайки, по желанию, ребятки, как хотите. Яйки надо чесать тоже, это обязательно, без этого просто никуда. Яйцо почесал и Бильбо пилит через всю карту. Понимаете? И минималка у него сорокет как минимум. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Мы увидимся с вами.